РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Дорогие слушатели, здравствуйте! Это Светлый Вечер на Светлом Радио. В этой студии приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин. И Марина Борисова. И в гостях у нас сегодня священник Константин Кокора, клирик Крестово-Сдвиженского храма в Митине. Добрый вечер! Добрый вечер! Отец Константин, мы сегодня с вами встречаемся в день, когда мы простились с Пасхой. Отдание праздника совершилось сегодня. А завтра нас ждет прекрасный, замечательный Дон, десятый праздник Вознесения. И мне кажется, может быть, кто-то со мной не согласится, но самое время подумать о вещах, о которых очень редко мы говорим вслух. Я имею в виду смерть, поскольку отношение к смерти как к кончанию жизни, это противоестественно для человека христианина и человека церковного. Но почему и насколько это действительно так? Хотелось бы разобраться, потому что все-таки тема эта очень больная, и сколько бы мы ни читали святоотеческие толкования, все равно, когда мы сталкиваемся с этим в реальных условиях своих, когда уходит кто-то из близких, в особенности, когда это происходит не мгновенно, а после тяжелой болезни, и мы присутствуем при этом, мы понимаем, что это совсем не так просто. Это просто написать вот эту формулу. Мне, например, очень нравится, я позволю себе процитировать, Григория Неского, вот он писал, «По сей причине, дабы не увековечилось поселившееся в нас зло, сосуд на время разрушается смертью, чтобы по истечении зла преобразилось человеческое естество и чистое от зла восстановилось в первоначальное состояние». Но это очень красиво и глубокомысленно, но когда с этим сталкиваешься в действительности, ты этими формулами не выражаешь то, что ты видишь и то, что ты чувствуешь. И как прийти к этому вот ощущению, что смерть – это переход, и что вознесение – это то, что ждет каждого из нас в той или иной мере. По крайней мере, если мы будем к этому стремиться, мы веруем в это. Не зря же у нас символ веры заканчивается словами «чаю воскресения мертвых». Не «сижу на берегу и жду, когда это случится», а «чаю, я стремлюсь к этому, я этого жажду, хочу». Вот чего мы не понимаем, и все ли можно понять? Мне кажется, можно понять только исходя из того, что ты сам пережил и к чему через этот опыт пришел. У меня в свое время поразила автобиографическая такая книга Клайва Стейплза Льюиса «Боль утраты», когда он писал о своем переживании смерти жены, которая умирала от онкологии, у него также родители умерли от рака. И он пишет о том, что до вот этой болезни, до этой смерти у него было одно восприятие Бога. А потом началась вот такая эпоха, что ли, когда он начал задать вопросы, понимать, что не все в жизни прекрасно, что вера может быть вообще-то как бы и не то, что потеряна, а как-то расшатана, что ли. И здесь, конечно, смерть в любом случае является самой большой трагедией человечества. И говорить по-другому о ней мы можем лишь, исходя из личного опыта, из того, что дает нам воскресение Христа. Кстати, сам он плакал у гробницы Лазаря, давая нам возможность тоже свою человечность проявлять, и это нужно делать. И он плакал над Лазарем, он в молении о чаше говорил, что если можно, мимо пронеси. Поэтому, да, смерть – это самое большое зло, в принципе, которое может существовать, и оправдать его никак невозможно, кроме как воскресением Христа. И вы прочитали слова Григория Низкого, ему повторит святитель Иоанн Златоуст, который говорит, что смерть в каком-то смысле стала добром, потому что пресеклось зло, потому что человек получил возможность, например, покаяться. Представьте, люди бы жили вечно, и вот это зло в нашем падшем состоянии, оно просто бы преизобиловало, и человек знал, что никогда все равно не умрет, и какой смысл тогда в этом каяться? В том, что гордыня у человека бы возрастала и так далее. Но, конечно, Бог не создавал зла и не создавал смерти. Поэтому зло – это результат грехопадения, который пережил человек и все человечество в его лице. И поэтому Бог эту трагедию исправляет, то есть он зло претворяет во что-то хорошее. Но пережить это можно только индивидуально. То есть ни в коем случае невозможно человеку, например, на отпевание сказать. Ну, ничего страшного, человек воскреснет, не переживайте, все мы умрем и так далее. Эти фразы, они не могут быть произнесены для людей, которые сами не пережили воскресение, которые сами не ощутили его. Да тем более, даже если мы переживаем воскресение. Как говорил отец Георгий Чистяков, мы люди Великой Субботы. Да, и вот спасибо вам большое. Прямо я ждал этой возможности. Без сомнения, это великая эссе «Нисхождение в ад». Там действительно завершается тем, что мы все люди Великой Субботы. Христос уже снят с креста, и Он даже уже воскрес, но мы пока еще об этом не знаем. А там ведь до этого идет очень длинное перечисление тех смертей, детских смертей, смертей на войне. Там война в Чечне была во время войны, и там ставится вопрос, где Бог в это время, и отец Георгий на него отвечает. Он был великий человек, эссе великое. Да, поэтому воскресение переживается, но оно не освобождает. От тления, от нашей смертности, от этого горя. Оно нас дает надежду, дает нам возможность ощутить его, предощутить в этой жизни, и верить в то, что оно будет нас ожидать в дальнейшем. Как вы сказали, чаю, да, действительно, очень чаю. А вот в церковном измерении, когда мы говорим о смерти, вот вспомнили эссе Георгия Чистякова, понятно, что все равно ответить на вопрос о смерти, невозможно, особенно когда это происходит или неожиданно, или с человеком, с которым, ну вот, по всем параметрам этого не должно было случиться. И вам, наверное, задавали вопрос родственники, почему? Или все-таки в тот момент, во время отпевания, люди так убиты горем, что им не до таких вопросов? Бывают по-разному. Но, конечно, этот вопрос, он мучает, я думаю, вообще практически всех людей. Почему именно со мной или вот с моим близким? И здесь этот вопрос, он требует, конечно, и ответа. В первую очередь от того, кто за этот вопрос. Помните, как Иов не стеснялся создавать эти вопросы Богу. Поэтому я обычно людям говорю, что только вы сможете ответить на этот вопрос, пережив вот это горе и ощутив в том, что даже в аду находится Христос. Это же поразительно. Вот мне кажется, христианство... А почему, сейчас я, наверное, не совсем понял, а почему даже в аду находится Христос? Мы говорим людям, которые могут эти слова воспринять в адрес своих близких. В аду в смысле нашего состояния, так скажем, адского, переживательного. Ни в коем случае я не говорю. Мы не знаем, куда человек попадает. Здесь Бог только судья. Но это уже касается больше отпевания самого, как это всё гарантирует или не гарантирует Царство Божие. А в том смысле, что даже в самой худшей ситуации всё равно мы можем найти какой-то смысл. Это не значит, что мы избавляемся от страдания. Это значит, что само страдание, оно имеет в себе вот что-то такое, что может нам помочь вырасти. Меня в своё время поразили слова отца Сергия Булгакова, который болел онкологией. И в то время, когда на Страстной Седнице его братья-священники служили, он лежал и умирал. И он задал эти вопросы. Вот как же так? Я священник, я больше не смогу говорить, больше не смогу произносить этих молитв вслух и так далее. И он говорит, меня спасло одно в том, что в какой-то момент я почувствовал, что рядом со мной лежит Христос. Вот распятый, зараненный, умирающий вместе со мной. И его это так воодушевило, потому что Христос вот в самый тяжелейший момент жизни был рядом с ним. И в этом как раз, мне кажется, один из великих феноменов христианства, в том, что Бог не где-то далеко. Он не только вершитель судеб и вообще судья, а Он тот, кто вместе с тобой умирает, и мёртвый не един во гробу. Да, тут вопрос тоже возникает, и очень логично у человека возникнет. Да, предположим, страдающий Христос страдает вместе с тобой сейчас, но Он же Бог, Он же может остановить это несправедливое страдание. Почему вот сейчас здесь в гробу лежит мой близкий человек? Почему он умер так внезапно? Ну и что, что со мной страдает Бог? Почему Он это не предотвратил? Я сам не знаю. То есть у меня нет этих ответов, потому что я сам задаю эти вопросы. И я реально понимаю, что эти вопросы, они будут до конца жизни у каждого из нас, если мы действительно и серьёзно к этому относимся. И благо, что есть люди, которые переживали воскресенье, боялись смерти, умирали как-то по-другому, чем, например, мы, но мы на них ориентируемся, но если мы это сами не пережили, мы не можем в это сыграть или сказать какие-то дежурные фразы, это будет просто кощунство. Но мы не можем сказать человеку в горе, даже если это очень верующий церковный человек, это не значит, что он не будет задавать этих вопросов в эту минуту, мы не можем сказать ему, что, видимо, мы не совсем правильно понимаем Бога. Ведь Лазарь, мы говорим о воскрешении Лазаря, но Лазарь в конце концов всё равно умер. И настал тот его следующий час, когда он должен был умереть. Когда это случилось, это другой вопрос. Мне кажется, в такие минуты мы можем просто быть рядом, просто обнять человека и сказать, что у нас те же самые вопросы, и мы просто будем рядом. Ведь процесс вот этого осознания горя, который на несколько частей разбивается, там принятие и так далее, он долгий, то есть человек будет с этим горем какое-то время ещё жить. И он может потом прийти к какому-то светлому итогу, на самом деле. Он может пережить это и прийти вот к осознанию воскресения, например. А может, наоборот, свернуть в сторону уныния и ощущения бесцельности этой жизни. Поэтому наша задача не ограничивается, наверное, только тем, что вот мы сейчас вот что-то сказали или не сказали, но и в том, что мы с человеком рядом, что мы можем сказать о взаимопомощи, о молитве за умершего и так далее. Напомним, друзья, что в гостях у светлого радио священник Константин Кокора, клирик крестовоздвиженского храма в Митино. Я знаю, что вы много провожаете усопших и даже в крематории. То есть у вас вся многообразная палитра горя человеческого проходит перед глазами довольно часто. Я очень хорошо себе это представляю, потому что три года моей жизни прошло на клиросе кладбищенского храма. И что касается отпевания, это, в общем, был такой постоянный атрибут нашего существования церковного. Но всё, что связано с проводами, с подготовкой к уходу, вызывает не меньше вопросов, чем вопросы о крещении, скажем, человека. Потому что есть такая обрядовая, что ли, я позволю себе такое почти кощунственное определение, обёрточная сторона. То есть то, что воспринимается всеми как некий ритуал, так принято. Но всё, что связано с церковью, не зря в любой культуре мировой, в любой религии всегда окружено покровом такой таинственности. И всегда требуется ещё дополнительное усилие, чтобы пройти сквозь эту пелену. В нашей церкви ничуть не меньше таинственного окружает уход человека. И когда люди просто приходят в храм, чтобы по традиции отпеть, заказать отпевание, они пропускают очень много того, что было до, и то, что будет после. Но так же, как в атрибутике традиционной, связанной с вспоминальными обедами, с поминками, всё, что связано с самим ритуалом захоронения, кажется, когда ты просто об этом размышляешь, сидя на берегу, как говорится, кажется, что это такая нелепица, это такой атовизм, архаика, и зачем это нужно, и всё это только мешает переживаниям близких. Когда сам оказываешься в состоянии этих близких, ты понимаешь, что даже вот в этой атрибутике чисто традиционной столько милосердия по отношению к тем, кто остался. Потому что если бы не было вот этой через запятую перечисляемой многочисленной необходимой атрибутики, ты бы сошёл с ума, ты бы просто, у тебя бы сердце разорвалось бы. Но ты включён в эту вот череду каких-то, может быть, тебе кажущихся бессмысленными действий, и это помогает тебе вжиться в это новое состояние, жить вместе с горем, вместе с ушедшим, который уже не возьмёт тебя за руку. Что касается всего, что связано с уходом человека в церковной традиции, там ещё больше и ещё глубже, но дальше просто зайти в храм и заказать отпевание, очень у многих не идёт понимание того, как церковь сопровождает уход человека. Вот вы сказали действительно об одиночестве, которое может сопровождать смерть близкого человека. Вот Христос Яна распишет, что в принципе это определение ада. Нехорошо человеку быть одному. То есть церковь показывает и усопшему, и тем, кто остался, его провожать, что она тоже вместе с ними. И поэтому все действия, все ритуалы символические, они имеют огромное внутреннее какое-то значение. Каждый штрих, каждое движение, каждое слово, оно действительно полно этим смыслом и задачи людей, которые к этому отпеванию готовят и которые проводят, как раз вот эти все смысли максимально открыть в такой момент. Это очень сложно сделать, потому что человек убит буквально горем. А более того, если это не церковное пространство, а ритуальный зал. Да, и здесь очень важно как раз, я об этом всегда людям говорю, именно в храме лучше всего отпеть, потому что всё в храме будет помогать воспринимать происходящее, и иконы, и пение, и сама атмосфера, и наличие каких-то символов и так далее. И поэтому, конечно, само отпевание и дальнейшие действия людей имеют огромное значение, если они найдут это значение вот в этих действиях, да, потому что не секрет, что бывает, что форма остаётся, а смысл он куда-то уходит. И человек вроде делает всё, как вот по накатанной, как ему сказали, но сам он не понимает, зачем это нужно, и как это человеку может умершему помочь. Поэтому задача, в первую очередь, нашего церковная, вот к этой осознанности человека каким-либо образом подвести, может быть, даже заранее. Например, у нас есть подготовка к крещению. Почему не делать подготовку к тому, чтобы переживать смерть близкого человека? Как это нужно всё устраивать? В чём смысл, да, вот последование мёртвенного, как оно называется, самого отпевания? В чём смысл, опять же, поминальной трапезы? Потому что поминки, они часто превращаются просто в какой-то пир, когда люди могут напиться там и травить анекдоты, или вообще, ну, то есть превращаются в какой-то ханалию. Достаточно с точки зрения психологии понятно, что вот это всё напряжение часов прощания, скорби, боли, оно должно найти какой-то свой рост. Конечно, конечно. Но при этом мы, да, должны какие-то вещи объяснить рационально, и мне кажется, человек, по крайней мере, правильно расставит акценты. Например, в том же деле поминок, как мы их называем, поминовения, очень важно было раздать эту еду и пить её нищим и бездомным. То есть пригласить к этой трапезе тех, кто тебе не может воздать ничем другим. Вопрос, насколько, как вы думаете, отпевание человека важно для отпеваемого, потому что его жизнь перед Богом, его жизнь у Бога, он у Бога, и Бог всю его жизнь видел, а мы уже по её завершении поём над ним. Получается, что, наверное, этот чин в первую очередь нужен родственникам, как утешение родственникам. Ну да, это как у романа «Никто у Бога не забыт, никто не сирота, всех не отпетых осенит созвездие креста». То есть это вот по ощущению. Но мне кажется, что здесь есть некое лукавство. Всё-таки отпевание нужно не только родственникам. Нет, безусловно, не только. Мы сам смысл таинства или обряда понимаем, исходя из молитв, которые его содержат. И вот в самом как раз чинопоследовании отпевания там много очень таких глубинных смыслов. Например, мы к человеку обращаемся чадо духовное. То есть получается, что я человека должен хорошо знать на самом деле, в идеале. Или, например, мы называем его «христолюбец». То есть мы должны ещё отвечать за то, что он воцерковлён достаточно. И, в принципе, подразумевается, что само чинопоследование, оно именно для воцерковлённых христиан, конечно. Но и не лишено смысла и действий это ради тех, кто пришёл в храм. Это же опять даже элемент катехизации. Человек, часто встречаясь с горем, вдруг переосмысливает и свою жизнь. Он видит усопшего друга, родственника, и понимает, что когда-то и он тоже умрёт. Мне всегда казалось, что ключевым для понимания смысла того, что происходит во время отпевания, может служить только одна фраза. «Надгробное рыдание, творящая песнь Аллилуйя». А вообще всё отпевание, кстати, оно проникнуто вот этим духом воскресения. И, например, святитель Иоанн Златоуст в своей пастве говорил, что нужно приходить в белом на отпевание людей. Но, опять же, мы говорим о тех, кто стремился к Богу. Один наш общий знакомый с вами священник, как-то давая в одном из интервью, как раз наоборот говорил, что отпевание, чинпоследование отпевания, оно в большей степени наоборот проникнуто каким-то очень таким печально заунывным настроением, которого, наверное, не должно быть. А дальше он развивает свою мысль в другом направлении, что основной смысл отпевания не в том, что там «Господи, возьми, пожалуйста, его в рай». Вот мы стоим, все просим «Господи, возьми его в рай». А в том, что мы стоим, вот у Бога нет времени, и в молитве нет времени, и мы стоим перед иконой и свидетельствуем свою любовь к почившему, и он вместе с нами тоже стоит и свидетельствует свою любовь к нам. Это какие-то, мне кажется, на тот момент вещи, о которых я, может быть, не задумывался, но вот священник как-то для меня еще по-новому развернул вот эту грань. Ну, можно, мне кажется, и так, и так. То есть можно же и сказать о том, что мы и помогаем, и о том, что мы и свидетельствуем, все-таки мы произнося, например, вот эти дерзновенные прошения «Со святыми у покоя, прости все грехи». А если вы его не знаете, этого человека? А вот я про это и говорю, в этом проблема. То есть изначальная проблема, опять же, в этой анонимности. С кем я имею дело, кого я отпеваю. Даже в храме. Даже в храме. И даже если поставить так вопрос, мы с вами прекрасно понимаем, что тогда придется не всех отпевать. А чин отпевания рассчитан на то, что община прощается со своим членом, которого все здесь знают. Которого все знают, которого все любят и так далее. Поэтому вот изначальная проблема именно в этом. А дальше мы уже за каждое слово должны нести ответственность. А мы реально перед Богом можем сказать, что этот человек Христолюбец. Или в том, что он с праведным должен быть сопричтен. И здесь, конечно, наверное, сам чин отпевания может быть каким-то образом модернизирован в сторону именно конкретной ситуации. С кем мы имеем дело? Например, если человек не церковный, мы можем за него помолиться? Мы должны за него помолиться. Но те слова, которые запряжены в самом чине отпевания, они просто не имеют права быть произнесенными, потому что это просто будет ложь. Другое дело, что, конечно, для родственников должна быть проповедь, когда мы объясняем, как дальше человека поминать. Ведь у большинства людей такой стандартный набор поминовения. Это поставить свечки, написать записки. Всё, в принципе. Ну, сороковой день ещё, может быть, служить панихиду. Здесь, на самом деле, если следовать святоотеческой письменности, то не на этом нужно ставить акцент, а на личном участии в литургии, в Таинстве Евхаристии, причастии тела и крови Господних. Личные молитвы, церковные или домашние. Но мы же тоже не можем сказать человеку, что ты, пожалуйста, приходи на литургию, участвуй, и тогда твоему близкому, от которого мы сейчас прощаемся, там будет лучше. Ну, в этом тоже есть какая-то определённая доля. Откуда мы знаем, как ему будет? Да, мы не знаем. Нет, понимаете, мы здесь вообще ничего не можем гарантировать. То есть, само отпевание не гарантирует царство Божие. Я, конечно, я поэтому очень не люблю книгу, безотносительно личности автора, именно книгу Юлии Вознесенской, я забыл, как она называется, эта книга, где там описываются... А, мои посмертные приключения. Да. Вот. Где там домик с её, там, дедушкой, священником, птички, которые приносят грешникам в ад, какой-то кусочек хлеба и кормят их, а это частички из просфор, вынимаемые и погружаемые в чашу. Я помню, когда-то мне очень нравилась поэтичность этих образов, но вот если задуматься, то это достаточно не христианское осознание. Здесь можно по-разному к этому относиться, но с определённой долей точности мы должны говорить, что любые наши действия есть акт любви по отношению к усопшим. А, безусловно. Да, и мы, получается, не знаем результат, но делаем это по нашей любви, необходимости и так далее. Но, опять же, если говорить о куске хлебушка, у святителя Николая Кавасила есть такое понимание духовной литургии, о том, что если человек, живущий в миру, причащается, то духовно могут там причащаться и те, кто расстался с телом. Вот для меня это было шоком, когда я об этом узнал, прочитал. То есть, что человек там тоже участвует в литургии, он тоже причащается каким-то образом духовно. И здесь, конечно, в первую очередь мы хотим встретиться ещё с усопшими, то есть, мы хотим по-другому их ощутить, может быть, переосмыслить их уход или по-новому взглянуть на наши отношения, потому что в литургии участвует вообще вся церковь, и те, кто от нас уже ушли физически тоже. Вот, ещё и милостыня, очень важный момент. То есть, мы делаем дела добра бескорыстной во имя тех, кто ушёл, как бы восполняя некие пробелы из их жизни. И здесь, конечно, вот такая, такие конкретные дела любви, они свидетельствуют о том, что мы тоже о них помним, тоже их чтим и так далее. Продолжаем, в каком смысле за них это делать, да, что ли, вот эту эстафетную палочку принимаем. Поэтому, я думаю, всё хорошо. В принципе, любые поминовения, лишь бы они были действительно вот связаны со Христом и несли какой-то в себе смысл. Мы вернёмся к нашему разговору через минуту. Напомню, что клирик Крестово-Вздвиженского храма в Мите на священии Константин Кокора у нас в гостях Марина Борисова и Алексей Пичугин. И через минуту мы снова здесь. Светлый вечер на радио Вера. Возвращаемся в студию Светлого радио, друзья. Напомню, что клирик Крестово-Вздвиженского храма в Мите на священии Константин Кокора у нас в гостях Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие. Отец Константин, а вам приходилось может быть переживать самому или наблюдать у кого-то из людей, которых вы хорошо знаете, метаморфозу, которую в них производит участие в погребении, отпевании близкого человека. Вот, чтобы человека перевернуло. Я задаю этот вопрос, потому что по опыту знаю, что бывает, ты провожаешь, и с этого начинается твое реальное общение с этим человеком. У меня, когда умерла бабушка, это совпало с моим первоначальным таким очень горячим периодом вхождения в церковную жизнь в абсолютно нерелигиозной семье. Ну, поскольку бабушка родилась еще до революции, она наверняка была крещена и в церковь ходила, поэтому я сочла необходимым по возможности, абсолютно не понимая, не зная ни чьи напоследования, не зная толком даже традиций, но я вот то, что слышала и то, что могла воспроизвести, я постаралась это сделать. Отпеванием пришлось заказывать, как говорится, заказать отпевание заочное, потому что это был Советский Союз, и вообще невозможно было даже представить себе технологически, каким образом можно это сделать иначе. Но, естественно, я на отпевании присутствовала, потому что это не без моего участия происходило. Я еще слышала или где-то читала в художественной литературе, что вот нужно читать псалтерию, пока не похоронили. Как это делается, мне никто не рассказал, спросить было не у кого. У меня на церковном славянском не было текста, просто вот была книга о Библии в переводе в синодальном. Нашла я псалмы Давида, и вот я всю ночь пыталась просто их читать. Это было абсолютно по наитию, никто мне этого не велел, нигде я не прочла, что это надо делать. Но пока это все происходило, у меня было такое ощущение, что я с бабушкой становлюсь очень близкой. И когда мы ее похоронили, у всех было очень горестное состояние, а у меня было, вот я потом начала это для себя определять, вот как после Пасхи бывает на Светлой Седмице отпевание особым чином, вот это вот пасхальное ощущение ухода было буквально физиологическое, вот было состояние такой тихой радости, и с тех пор все, что связано с памятью о ней, оно вот все равно вызывает до сих пор, уже 40 лет прошло, вызывает те же самые эмоции, то есть наступает какое-то состояние, как будто ты еще ближе становишься с этим человеком, о котором ты молишься, и которого ты молитвенно провожаешь в этот его новый путь, в эту его новую жизнь. Хотя, конечно, такими словами я для тебя это не формулировала, это все было абсолютно вот эмоционально, по наитию, но я думаю, что если такой опыт есть хотя бы у одного человека, значит, он достоин того, чтобы его как-то осмыслить. Я думаю, что возможность такая есть почти у всех людей пережить вот это воскресенье. Вот мы начали с вами с Вознесения, ведь там интересно, что даже в песнопениях праздника сказано, что он возносится, но не уходит, как он в конце Евангелия от Матфея говорит, аз есть мы с вами до скончания века. То есть, вот такой парадокс, уходя, он не уходит. То же самое с людьми, когда они умирают, мы понимаем, что до конца человек все равно не уходит. То есть, он не только в наших сердцах, в нашей памяти, но в принципе жив и еще и всегда будет жить, потому что у Бога все живы, как он сам говорит. И святые отцы даже настаивают на том, что связь онтологическая между телом и душой никогда не прерывается. Никогда. То есть, тело и душа помнят друг о друге и знают, что они будут воскрешены. И вот это вот... А тело-то как? А вот тело, раскладываясь на элементы, в себе содержат вот ту память о душе, с которой мы вас связаны. Я просто как, участвуя в разных археологических раскопках, в раскопках могильников, порой просто видел, да как порой, много раз, когда пустые абсолютно могилы, это не значит, что там никого нет или его выкопали, нет, он там, ну просто едкость почвы, химические элементы, просто ничего не остается, вообще ничего, ни костей, ни следов, вообще ничего, просто какая-то потемневшая земля и всё. Вот, но земля это тоже то, что содержит в себе, так скажем, да, вот эти элементы, элементарные частицы, так скажем, этого тела. И здесь, конечно, интересно само отношение к телу со стороны церкви, да, мы это тело облагораживаем, мы это тело кодим, мы над ним молимся именно, потому что в идеале, конечно, отпевание должно быть очным, если нет каких-то препятствий таких важных, и поэтому вот связь тела и души, вообще воскресение Христа именно в теле, о том, что он убеждает учеников в том, что он именно телесен, он не есть просто дух, бесплотный. Вот это всё очень интересно в свете отпевания продумать. Но у меня лично не было такого вот опыта, и у близких людей, я тоже не знаю, чтобы они переосмыслили что-то, хотя я подразумеваю, думаю, что действительно многие к этому готовы, или по крайней мере у многих это было, они просто со мной не могли поделиться. Даже по самим отпеваниям я могу сказать, что очень часто люди подходят, и по своему внешнему виду, по их внешнему виду, я понимаю, что что-то произошло, то есть они как-то потрясены. И по отзывам на проповедь, они говорят, батюшка, спасибо, что вы это сказали, потому что для нас это действительно, мы как-то, ну, это нас как-то пошатнуло, встрепенуло, да, вот как-то, каким-то образом, парадоксально человек умирает, а мы ожили вдруг. И вот здесь вот, конечно, роль отпевания, она мне кажется колоссальная. Именно в таком вот случае. Даже, кстати, пускай это будет в крематории. Даже пускай разница где. Пускай это, да, будет над невежимым человеком, зато кто-то из вот тех, кто ещё жив, может быть, у него что-то произойдёт. Но мне кажется, что мы часто упускаем очень важную часть своей жизни. Это память смертную, которой нас всё время призывает церковь во всех своих текстах и которую мы стараемся задвинуть куда-нибудь подальше за занавеску и вспоминать о ней пореже, как, впрочем, и о старости. В особенности, в 21 век он как-то ускоренными темпами привёл большинство из нас к мысли, что чем позже мы состаримся, или если мы не состаримся вовсе, или мы сделаем какие-то суперусилия, чтобы казаться не старыми, то вот, собственно, это и есть главная цель, к которой нужно прилагать максимум усилий. Но ведь не зря же этот период старости нам дан. Я когда наблюдала, как уходили мои близкие, я впервые начала задумываться, насколько это милосердно во всех смыслах. Вот они, мои родители, пришли к вере, к церковной жизни уже в пожилом возрасте. Это стало значимой частью их существования. Но уже накопившийся груз недугов, болезней, плюс стрессы от внешней жизни, это были 90-е годы, всё это накладывало свой отпечаток. Я смотрела и думала, как поразительно всё устроено. Вот они с каждым новым витком вот этого своего вхождения в старые годы, они смирялись, они просветлялись, у них лица менялись. И вместе с ними, собственно, так или иначе, менялись мы, потому что мы всё это видели и через себя пропускали. Это чрезвычайно милосердный период жизни человеческой, это старость, когда очень многие грехи, в которых ты тщетно каялся на протяжении десятилетий, уходят чисто физиологически, просто потому что тебе этого не хочется. Вот ты страдал чревоугодием, ты просыпаешься с утра и думаешь, надо позавтракать, потому что надо выпить таблетки. Думаешь, ну невозможно, я не хочу. И, собственно, это не требует от тебя никаких дополнительных ни душевных, ни телесных усилий, ты просто уже не хочешь. И мир открывается для тебя совершенно иначе, как он очень приближается к восприятию детскому, только в отличие от детства, когда это всё естественно, в старости ты это ценишь, ты это смакуешь, ты за это всё благодаришь. Я никогда не думала, что я когда-нибудь приду к состоянию, когда я просыпаюсь с утра, у меня всё болит там, я не знаю, кружится, скрипит и высыпается песок, я подхожу к окну и говорю, слава тебе, Господи, день начался. Вот это не то, что я себе командую, так сказать, это чувство, которое приходит изнутри. То есть каждый день становится подарком, несмотря на все минусы, которые он может принести. И это чрезвычайно жалко, что большинство людей хочет либо совсем вычеркнуть этот период из своей жизни, либо отодвинуть его на потом, на потом, на потом, который никогда не настанет. Да, ещё парадоксально, когда отпеваешь людей, почти всегда родственники говорят, ой, сколько бы ещё жить. Ой, какой он молодой, или она молодая. Ходочек, вот там может быть уже, ну так солидный, у него возраст какой-то, много лет, а всё равно человек говорит, жить, жить. То есть, конечно, вот это вот стремление жить бесконечно здесь, оно с одной стороны оправдано. Мы все созданы по образу подобия Божия, значит, должны быть бессмертными. А с другой стороны, привязка именно к этой вот биологической жизни, она, конечно, является грехом, потому что здесь не только хорошее, не только добро, но и зло, и в том числе, которое мы сами, например, провоцируем. А что, простите, а что такое привязывание к земной жизни? Стремление жить только земными интересами, отдалить старость, вернуть то, что уже невозможно вернуть. Ну, это так естественно, вернуть как-то. Не думать о смерти. Жить, жить. Мне кажется, что тут ошибка в том, что человек пытается искусственно возбудить в себе те желания, которые естественным образом уже ушли. то есть он пытается себя как-то вздёрнуть и эмоционально, и физиологически с помощью даже медикаментов, чтобы почувствовать, что вот нет мне, я могу так же ощущать жизнь, как в 20 лет, да не можешь, и не нужно тебе. Ну да, всему своё время, и мне кажется, вот эта благодарность за любой возраст, за то, что мы живём, за то, что происходит в нашей жизни, она должна быть априорной, а здесь же всё-таки какая-то и неблагодарность за то, что происходит. Нет, я всё равно хочу по-другому, нет, я всё равно не умру или это как-то по-другому решу этот болезненный вопрос. Об этом писал отец Александр Шмеман в своих, по-моему, предсмертных лекциях, говорил точнее о как раз стремлении западного человека в секулярном мире отодвинуть эту смерть подальше. То есть даже когда... В книжке «Литургия смерти». Да, когда человек сталкивается со смертью, он говорит, лишь не родственники бы этим занимались, а кто-то пускай этим занимается, а как будто этого нет в нашей жизни. Поэтому, конечно, сама старость, она на человека и настраивает то, что называется, на вот этот лад, что когда-то всё равно это произойдёт. Хотя умирают, конечно, и молодые, и пожилые, и здоровые, и больные. И дети. И дети. И часто, чаще всего человек говорит, как внезапно. Да, вот как внезапно. Поэтому, конечно, память смертная, как говорил ладык Антоний, это не стремление унывать от того, что ты умрёшь, о том, что здесь всё бесцельно и не нужно ни к чему стремиться, а наоборот, жить, как ты живёшь в последний день. То есть, поскорее сделать то, что ты хотел сделать, наоборот, уйти от того, от чего ты хотел уйти. То есть, ну, в общем-то, прожить так полноценно то, сколько тебе Господь отмерил, это, конечно, удел людей, которых мы называем святыми, которые стремились к этой святости и в том числе понимали смерть, видимо, как-то иначе. Светлый вечер на Радио Вера Друзья, напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня священник Константин Кокора, клирик Крестово-Аздвиженского храма в Митино. И всё-таки даже для человека верующего, для человека церковного есть очень болезненные проблемы, связанные с уходом, со смертью. Я имею в виду смерть добровольную. И это тяжело и для тех, кто близок к человеку, который так вот сам прервал свою жизнь. И мне кажется, что для церкви это рождает массу вопросов и недоумений. Недаром же существует практика, когда человека признают самоубийцей по безумию. Мне кажется, другого просто не бывает. Ну, я с трудом могу представить, что человек в абсолютно ясном сознании, рассудке взял да и сделал это, будучи абсолютно адекватно отвечающим, осознающим свои действия. Ну, тут, мне кажется, надо нашим радиослушателям рассказать, я думаю, мало кто знает, что существует милосердная практика, когда человек может обратиться с прошением к правящему архиерею, предоставив документ, медицинские свидетельствующие о состоянии на момент ухода, и человека можно отпеть. Да, безусловно, церковь идет навстречу, и не каждый самоубийца на самом деле в прямом смысле самоубийца. Поэтому все возможно, и опять же, само отпевание, как мы с вами сказали, не является гарантией Царства Божия, но это просто есть некий акт любви и милосердия по отношению к людям, которые остались здесь жить. Все-таки мы все хотим, чтобы мы все были отпеты. Но при этом самоубийства, которые были не в состоянии сумасшествия, действительно существуют. То есть было даже одно время и мода, так скажем, на самоубийство, когда люди делали это из какого-то кича, или, например, от усталости от жизни, или, наоборот, на самом пике своей славы, когда человек это делал по каким-то своим таким сумасшедшим мотивациям. Но при этом, конечно, мы все скажем, что это тоже ненормально. То есть в этом смысле мы все больны, и каждый грех это свидетельство сумасшествия человека. Но все-таки есть разные вещи. Одно дело, это, значит, именно медицинское сумасшествие, когда человек действительно не отвечает за свои поступки. Другое дело, человек, когда сам себя вводит в такое состояние, когда он в себе это культивирует и так далее. Но это, конечно, страшный феномен самоубийства. У Николая Бердяева есть замечательный эссе о самоубийстве, потрясающее в том смысле, что он, как всегда, вскрывает глубинные какие-то такие вещи. Он пишет о том, что много было и после революции самоубийств, в том числе в эмиграции, когда люди меняли жизнь, вынуждены были менять страну и так далее, и просто не могли пережить эти потрясения и уходили из жизни самовольно. Вот человек ушел, церковь благословила его отпеть, дальше остается наша долгая жизнь с этим ушедшим человеком. Насколько мы говорили, что все, что связано со смертью, это область таинственного, мы ничего не знаем наверняка. И есть свидетельства людей, которые молились о каких-то своих близких друзьях или там даже родственниках с таким вот непонятным, сомнительным финалом жизни и сталкивались с очень тяжелыми последствиями. То есть когда ты пытаешься молитвой воздействовать на загробную жизнь человека очень странно ушедшего из жизни. А как воздействовать на загробную? Переместят из ада в рай? Мы же верим, что наши молитвы каким-то образом влияют. Все говорят, все святые отцы о том, что молитвы в любом случае нужны и необходимы. И нам, кстати, самим, для того, чтобы проявлять вот это необходимое милосердие и любовь к ближнему, потому что если ты любишь, ты молишься априори, если тебе все равно, но и для тех людей, которые ушли. И, конечно, по-разному эти молитвы влияют. То есть нужна воля человека, который находится уже в состоянии смерти, воля его души, для того, чтобы эти все молитвы принять и поменяться. Часть святых отцов говорит о том, что если человек не раскаялся, точнее, раскаялся, но какие-то тяжкие грехи ему не простятся. Не простятся. Прощаются только какие-то вот такие, ну, более, так скажем, мелкие. Если человек не раскаялся, да, то, соответственно, если, например, был там богоборцем, там, атеистом и так далее, то все это вообще будет бессмысленно совершенно для него. Поэтому, но все равно мы в области потустороннего. То есть мы не можем сказать как точно, потому что пока мы сами не умерли, мы не знаем судов Божих, даже не то, что не умерли, а пока мы не попали сами на суд, пока мы не знаем, как Господь вообще распорядится. Поэтому наша задача, мне кажется, такая, именно молиться, именно надеяться верить, а дальше мы разводим руками, говорим, не знаем. Но мы можем каким-то образом влиять друг на друга, пока мы здесь еще. Я опять возвращаюсь к вопросу о памяти смертной. все-таки сама формулировка, она звучит для современного человека пугающе. И представляется, что вот размышления на эту тему приводят человека к жесткой меланхолии, к затяжду и депрессии и, в общем, ни к чему хорошему. Можно ли, воспитывая собственных детей, объяснить им как-то, я не знаю, или каким-то иным образом вложить в их душу отношение к смерти как к переходу, как вот к ожиданию такой пасхальной метаморфозы своей собственной души и своего тела? Ну, мне кажется, это можно сделать, если для нас связь жизни и смерти, она вот, она присутствует. То есть, например, когда мы говорим о том, что человек может умереть. Я помню, как сын в первый раз, там, года четыре, наверное, было, попал со мной на отпевание, ему задают вопрос, говорит, а почему она лежит, женщина? Говорю, ну, потому что умерла. Говорю, а когда она встанет? Говорю, ну, вот, к сожалению, она сейчас вот не встанет, только вот потом когда-нибудь. А куда ее понесли? То есть, когда он сталкивается с этим, ребенок, он, наверное, уже начинает как-то для себя этот вопрос ставить, да, вот как мне к этому относиться, а что это за феномен и так далее. Не бояться говорить, может быть, о смерти. Не в вот таких тонах, что все мы умрем, там, и ты умрешь, и я умру, что там это горе, это плохо, и страдания и так далее. Это, конечно, он и сам узнает. А именно в том смысле, что давай проживем так жизнь, чтобы потом в Царстве Божьем оказаться. В том, что смерть даже близких людей, нам очень дорогих, она не конечный итог всего того, что вот мы здесь созидали, в чем участвовали. Потому что будет воскресенье, мы обязательно встретимся, обязательно наше вот общение продолжится и так далее. Поэтому я думаю, если мы говорим о христианстве и такой практической жизни в христианстве, в миру, то обязательно человек, это коснется и смерти. То есть обязательно будет такой вопрос и в связи с воскресением Христа, да, он же прежде умер, да, никогда не бывает в воскресении без Голгофа, и поэтому здесь этот вопрос, он тоже может очень повлиять на человека. Дети, кстати, вообще по-другому смерть воспринимают, да, они не понимают, что, например, там с седьмого этажа прыгнешь, умрешь, ну и что, умру, а потом опять оживу. Ну да, смотря на такого возраста. Я не знаю, как воспринимают дети сейчас, но я на всю жизнь запомнила свое первое ощущение, когда мне пришла в голову мысль, мне было лет пять, мне пришла в голову мысль, что я умру. Это был такой ужас, эта мысль пришла, почему-то мне ночью в голову, я, по-видимому, проснулась, и вдруг вот темно вокруг, я не знаю, по каким ассоциациям, но я побежала в спальню к родителям, растолкала их, рыдала там, я не знаю, была истерика, то есть сама мысль об этом была шокирующей, и я думаю, что это не только мое переживание детское, я думаю, что просто с детьми никто об этом не говорит. Да, у меня, представляете, вот в прошлом году был урок у четвертого класса, который, как ни странно, мы посвятили, причем не по моей инициативе, по инициативе учеников, смерти, то есть весь урок они задавали вопросы о смерти, причем они же просили еще провести, и я из этого понимаю, что с ними никто никогда не говорил о смерти, и у меня начался в подростковом возрасте в тот именно момент путь к Богу, когда я ощутил, что после смерти ничего не будет, то есть как компьютер отключает, у тебя нет ни памяти, ни чувств, вообще ничего от тебя не остается, и тебя самого нету, да, чтобы ты ощутил себя, вот тогда меня посвятил просто экзистенциальный ужас, я думаю, а какой смысл тогда вообще во всем, что же это такое за жизнь, которая заканчивается ничем абсолютно, небытием, и вот здесь вот как раз оттолкнувшись от дна, можно прийти к чему-то, наверное, и хорошему. К чему-то хорошему вот действительно можно прийти, наверное, спустя какое-то время анализируя, почему так происходит, можно не прийти, но действительно, наверное, если мы сегодня говорили об отпеваниях, священник может, по крайней мере, попробовать затронуть какие-то очень аккуратно чувства, нотки в сердце человека, которого окружает в этот момент только горе, не знаю, насколько человек готов в этот момент слышать, но вдруг вот эти нужные слова совпадут с каким-то, с какой-то малейшей щелочкой в сердце человека и сумеют туда войти. Мне кажется, надо надеяться и уповать на то, что человеку не безразлично это горе, не безразлично судьба человека, и поэтому вот эта наша взаимосвязь, она и в том, что мы меняемся и надеемся на то, что человеку это тоже каким-то образом поможет. Хотя после смерти, как все святые отцы пишут, нет ни покаяния, ни возможности что-либо исправить, ну и нет возможности грешить в том числе тоже. Спасибо большое. Священник Константин Кокора, клирик крестовоздвиженского храма в Митине, был с нами, Марина Борисова и Алексей Пичугин. До свидания. До свидания. Светлый вечер на радио Вера.